У нас утро началось с поиска сетки, нужной нам. И их не оказалось. Сейчас будем искать дальше. Надеялись на один магазин, а теперь придется искать. А, вот еще вот тут же магазин есть слева. Ты про него говорил? Да, тут есть какие-то строительные хозяйственные. Чистосады. Здесь тоже таких нету. Ребята нарядные. Ну, у них какое-то мероприятие будет. Люди вон идут с цветами туда. Дети нарядные. Казаки ходят. Тут тоже сетка есть. А вот ширина, ой, вернее высота у нее метр пятьдесят, наверное, бы метр восемьдесят. Тут 40 на 40. Непонятно, что. А, это ячейка 40 на 40. Ширина и длина метр пятьдесят на двадцать. Цыплята, наверное. А, ну да, есть. Цыплята, утята. Ага. Скорее всего, взрослых кур нельзя подавать. А новорожденных можно. Скучно стало на рынке. Кур не продают, уток не продают. Запретили местные власти. Что ты там нашел? Ты глянь, какое чудо. Подожди, что-то знакомый. Где-то я такое видела. Это траву вырезать. Кусты. Да. Вот это да. Интересно, сколько она прослужит. Долго. Ее менять не надо точно. Как леску. Ну, только другую цепочку. Ну, я представляю, где я купила. Так, я в цветочке. Хотя уже себе сказала, что все, хватит покупать цветы. Рассаду. А, ну, можно пару арбузиков купить, которые мне не прижились. Прям даже не знаю, что с ними происходит. Сейчас, подожди, приходить. Ну, вот, не знаю, что это, это еще. А ну, вот, опуху. У нас в таких-адхов нету. У нас в таких-адхов нету. непонятно куда пойдут они видимо они сюда пойдут а вон еще и 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 помидорки 250 тоже написано дагестан в комментариях сомневается я не знаю за что купила зато продаю дагестан все ладно так заказ выполнен а еще кстати флаг купили на флаг чтоб повесим заказ поступил кашу рисовую сварить я сварила скоро маша приедет с ребятишками заехали в магазин с кормами купили корм курочкам перепелкам и прям по мешку и уткам 3 500 мне кажется раньше на 2 700 платили а ну и там же еще два килограмма корма собачьего и кошачьего но все равно 3 500 уже стоит раз в две недели вот такие закупки мы делаем так что еще а были в титровке попали там рядом с с рынком площадь у них ну центр станицы и были на начале митинга и вот эта песня звучала поклонимся великим тем да да и все вот эти вот шагают люди детки стоят в почетном карауле один ветеран идет морячок не знаю ему лет ну под сто точно скорее всего с дочери шел и все я такая сентиментальная сразу плакать все михалыч пошли отсюда я не могу я одна плачу больше никто не плачет вот это надо увидеть прям вот сейчас я раскапываю ямку где мне сидел огурец и я увидела тут норку вот прям вот тут сейчас тут где-то она то есть получается корни что ли подгрызла эта медведка вот тут норка она прикопалась уже здесь она прям сейчас я копала и она туда вот так в сторону эта норка идет а вот тут там ползает даже сейчас еще отравы принесу кто а какой-то маленький там муравьишка или кто какие-то блухи он смотри с крылышками вон я одну вижу ну короче кто-то съел наш огурец поэтому купила на рынке сегодня новый огурчик и сейчас мы его посадим но прежде чем посадить нам надо сюда приманочку дать очень много медведки нынче вообще она даже вот смотри огурец растет и там уже норка рядом ну не погрызли ладно главное траву не грызут а грызут вот то чего посажу о поле уже нашла ага вот так сейчас пол подожди еще не надо поливать поставь ее я сейчас отраву еще принесу сначала посыплю и землю еще свежую сюда насыплю и посадим ну просто поставь на землю огурчики не отравятся от травы отравятся маша пропалывает клубнику михалыч там красит свои эти то что он наварил и тележкой занимается там колесо менять будет я режу окрошку был заказ на окрошку я ее исполняю поле взяла тазик пошла клубнику собирать Ксюшка катается на велике мы с Вовой хотели мыть машины запланировали и у нас автомойка не заработала представляете сломалась что-то кюрхер он у нас уже лет 15 13 лет наверное ему и вот первый раз просто как будто сети нету как будто электричество ему не поступает ну все Вова вручную остался мыть машину а я пришла вот делать окрошку я смеюсь говорю наш кюрхер просто испугался что придется мыть две машины мы машины моем очень редко не знаю раз в месяц наверное даже даже пореже тут две машины загнали в отбор Вовину и нашу ну ладно будем в рукопашку видимо может Михалыч вскроет его да посмотрит что там сломано как будто двигатель сгорел печально так яйца свежие есть плохо чистится хотя я с солью и варила их и в холодную воду окунала колбаску колбаску порезала а остальное все на терке на троп так быстрее получится и нежнее все лето наступило и у нас окрошечка окрошечка жарко мне на улице жарко что здесь там тряпка лежит ее можно брать? можно хочешь еще а подожди тряпку тебе дать который автомобиль не нет не такую обычную обычную? ну там просто дверей можно а я тебе подожди еще вот ее нет мне надо попробовать я хочу оттереть сморол пожалуйста ну все и держи ладно что найдешь кем и работай в нашей мышастовке тоже было какое-то мероприятие но митинг наверное возле обелиска потому что мы с Новотитаровской ехали перекрыта дорога была и она пришлась в объезд ехать то есть домой к себе по центру не могли проехать ну мы как обычно не попадает на местные дела и я говорю что я такая сентиментальная буду там стоять реветь старею я каждый раз так говорю вот никто не плачет а я плачу мне Михалыч тоже слезу утирал когда в титрах мы были но хоть в очках был темных а я то нет стою нос красный реву ну вот такая я так дети нам привезли Джесси у Тимки аллергия какая-то непонятная Маша говорит что он с улицы приходит на улице нормально все домой заходит и все и начинает сразу сопли и слюни и слезы все до кучи они у аллерголога позавчера были так говорит попробуйте исключить вот хомяка они отдали а нам Джесси на время недели три она у нас поживет чтобы проверить на Джесси или нет ну блин я не знаю ее отдавать кому-то жалко а Михалыч собаку не хочет в дом сейчас она у нас в доме поживет она по стоянку я не знаю может он к ней привыкнет и я бы забрала ее конечно она как человек вот сейчас она на улице сидит привязали ее там она маленько погавкала и все сейчас все во дворе и она спокойно лежит там китайка на нее не реагирует мы будем вместе гулять ходить теперь парочками вот такая вот аллергия она у него появилась на амброзию а теперь вот может быть знаете она в перекрест пошла мало ли может на какие-то цветущие может еще на что-то вот так так что Джесси будет пока у нас жить и поэтому Тима к нам не приехал сегодня он дома остался чтобы с ней в машине не ехать и поэтому Вова сейчас тоже машину вымывает все пропылесосил чтобы шерсти никакой не было там ну и врач сказала убегать на время цветения амброзии это опять им уезжать надолго летом а я Маша сказала ой предложила я говорю если не Джесси к нам тогда говорю Тимку давай к нам если не Джесси к нам а я буду возить его в школу туда-сюда ну тут осталось то учиться немножко ну решили все таки собаку учат нам а они там дома все вымоют тоже все уберут все равно она линяет же хоть и короткошерстная и проверят на нее может не на нее может просто на пыль у него может еще на что-то может на какое-то не знаю на порошок я сказала что буду на терке сама яйца уже просто режу я буду на терке и сейчас надо не забыть окрошку сделаю и надо позвонить отцу с теть Валей поздравить теть Валя у нас дитя войны и ее отец погиб когда ей было всего 3 года более 3 месяца я не помню в общем она отца не помнила не помнит посадили сейчас с Полей и с Ксюшей огурец новый посмотрела сейчас на свои арбузы ну я вам показывала так они вот один нормальный стоит а остальные все вот как будто бы кто-то съел хотя их опрыскивала от всяких насекомых прям вообще непонятно а на рынке сегодня поискала арбузы рассаду нету кабачки продают огурцы продают и вообще сегодня рынок был хороший я не снимала там было мало мало покупателей видимо все где-то или празднуют или на митинге были и много продавцов было то есть рынок прям был шикарный с рассадой совсем а покупателей было мало свободно-свободно рынок мечты ну ладно значит будем без авозов будем покупать варенье доварить некогда я на улице туда-сюда все время полкаю а с ним же надо стоять рядом провожу гости и буду варенье доваривать баночки мыть вот он там что ты докрасишь какая картошка липкая варенье варенье а сейчас посмотрел на сетку насколько ты будешь подгибать я же не знаю ну столько она на сколько метр пятьдесят я не знаю ты же убирал ну с меня ростом где-то но если вот она допустим 8 сантиметров в земле допустим и плюс метр пятьдесят воркопашную моет машину а полька хочет поливать дед дал ксюшке метелку чтоб она подметала вывалила все ягоды из варенья и сейчас было на медленном огне уваривать сам сиропчик чтобы погуще говорили а это окрошка смешаю и наверное будем уже обедать маша спросила салат делать нет который с кириешками сухариками она такая сильно понравился всем такой салат мы уже не знаю 4 делаем значит капуста туда пойдет лук майонез сухарики любые прошлый раз у кстати были ржавы тоже нормально это пшеничный так и у меня горошек еще остался и чеснок обязательно вот все рассказала михалыч там пытается разобрать автомойку посмотрел уже видеоролики что делается попробовать острой маша прополола целый ряд клубники такая умница молодец игры хватит хватит уже все давай жаркой все у нас обед сейчас будет нарезала сыр окрошка салат вот он любимый наш теперь давно его просто не делали и вот сделала и все опять заказывает такой салат перец девчонки будет поле с ксюшей просто как салат есть они окрошку не любят но любят очень такой салат кричали да 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 окрошку окрошку ну все будем кушать и сладкого еще много к чаю девчонки уже управляются по хозяйству курочек уточек выпустили поля у тебя красивые кудряшки ты наверно бегут як сегодня спала ночью да нет все что скажи на же бегут я миски нет ну ты же ты же не кудря в дашу дальше такой же волос да и я такая же была маленькая кудряшка сью так интересуешься чем-то курочка рябушка так смотрите сколько утки нанесли яиц в углу под лесенкой это утины да ну видимо буду садиться на яйцо уточек нам выводить утят внизу там одно будто какой-то смятое яйцо а это у нас курочка одна несет такие яйца сморщенные да да что-то у нее какая-то какой-то болезнь наверно недавно появилась эти яйца можно есть конечно там просто скорлупа такая кривая и все более я тебя вижу куриные и это и это ты корзинку ищешь а ксюше дай она положит вот они себе да утины мы оставляем они очень гладкие они все куриные у вас и вот эти два тоже вот это точно нет это куриные это утинная ксюша да просто мне там подсвечивала так так а тут у тебя и у тебя утины аккуратных вон туда в гнездышко надо положить туда да туда подлезть чё ты вдыхаешь тебе пахнет там невкусно ты сказала в деревне будешь жить поля вот в деревне тогда то упал то шутился задыхаешься а чем пахнет как все туда мы не идем там у . сидит во-первых а во-вторых перепелки вечером только будем собирать все закрывай удочку боль сейчас еще в кибитке там надо посмотреть там тоже утки несутся и одна курочка несется там в той кибитке ой как им хорошо то прохладненько травки полно 20 соток удовольствия все ты закрыла молодец как им нравится управляться бабуля яйца яйца тогда а мы у нас вот так любите лежать в цветах ой маруси мне все прополола придется мне эти два редко допалывать по раз она начала вот этот самый трудный ряд а там тоже мне пурей ну надо будет как-нибудь ну что есть тут что-нибудь но куриного нету да я вижу только утины вон они сколько а вытащить одно было до коричневая но вот одна курочка тут с ними несется а эти надеюсь сядут куры вы эти уточки вот и все о чистая машина там у вас вот эта ручка отвалилась отвалилась я вставляла вставляла и потом смотрю ее опять нет она серая она серая я не нашла ее на земле то есть я знаю где она в конце ряда первого и второго так у нас пес барбос на границе мой дома вареньем как пахнет маша сегодня еще даже тазик насобирала то есть вот там начала спеть хорошо ягода быстро но она не полный тазик хорошо так набрала тоже пусть наедаются а я в дворе не варить это получается я вчера собрала клубнику а на сегодня и уже на спела ягода так что только успевай все работает молодец тебя прям как стол хирурга с инструментами завтра это заново мы все нас любительница вот так на грядках лежать в прошлом году в позапрошлом также лапками только успевает перебивает так я прополола клумбу вот эту одну я решила прежде чем косить дорожки сначала надо клумбу прополоть вот эту сегодня сделала но жарко было сейчас хорошо солнышко уже сел за тучки было очень жарко а завтра вот эту сделаю она небольшая немного тут травы говорили мне советовали алена бархатцы высаживать всей бархатцы они полезные они отгоняют отпугивает там всех и все такое да я сеяла дома еще на рассаду еще весной ну и вот у меня один только взошел а представляете вот я его сюда я высадила серединку я много чего сеяла но много чего и не зашло все михалыч сделал автомойку молодец вообще не включалась совсем мы с михалычем решили кофе и попить что-то сегодня никого не угостили кофе им сами не пили и никого не угостили чай пили и кстати хочу похвалить конфеты отменные участка фейком я конфетку и съем но боюсь не поймаем так же стейкой молодец михалычу говорю джесси так не тащит рядом рядом молодец коктейка молодец сейчас прогуляемся и домой пойдем она так посидела на привязи у нас на улице михалыч поел теперь бегает это не я дышу тут джесси дышит а это кресло на углу стояла сначала на улице пшеничка какая ровненькая стоит да видела теплицу вы построили и там подсветка сейчас да смотри светится и у нас тучи сегодня облака извините что дергаю изображение но потому что с джесской дух не надо контролировать отпускать не будем ни ту ни другую как вам наш закат просто чудесно мы сегодня далеко гуляем надо чтобы она нагулялась спала потом пойдем джесс на травку я одна тут не гуляю в смысле стейкой а с михалычем так я спи смелая и с собачками а он то все деревья это грецкие орехи ладно друзья на этом я буду заканчиваю свое видео сегодня еще раз всех с праздником с великим праздником с большим праздником всем друзья мира удачи здоровья добра благополучия прокисло молоко я его сквасила и все сейчас сделаю творог а сывороткой завтра помидорки опрыскаю сделаем такую подкормку так ну и покажу что у меня получилось тадададам вот оно первое варенье все поля наказ твой я исполнила баночки есть остывают и не Продолжение следует...